Поздравлениями по случаю священного праздника во время бесед по телефону Касым Жумар Тукаев обменялся и с лидерами ряда государств. Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана. Но помимо теплых слов, речь шла и о рабочих моментах. С кыргызским лидером Тукаев обсудил реализацию договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Садыра Жапарова в Казахстан в марте. Собеседники договорились продолжить тесное взаимодействие в деле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии. Жапаров также поблагодарил за предоставление гуманитарной помощи. В рамках переговоров с Имамали Рахмоном рассмотрена повестка для предстоящего официального визита главы нашего государства в Таджикистан. Перспективы межгосударственных связей также стали основной темой беседы президентов Казахстана и Туркменистана. Стороны подтвердили твердое намерение наращивать многоплановое казахстанское туркменистанское партнерство. По мнению глав государств, этому в решающей степени будет способствовать предстоящий визит Тукаева в Ашхабад. Во время разговора лидеры Казахстана и Узбекистана обменялись мнениями о ситуации в Центрально-Азиатском регионе. Касым Жумар Тукаев пригласил Шавката Мирзиёева совершить визит в Нур-Султан в этом году. В ходе беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым достигнута договоренность об увеличении взаимной торговли и реализации крупных проектов в ключевых сферах экономики. Касым Жумар Тукаев выразил благодарность азербайджанскому коллеге за поддержку казахстанских инициатив в Тюркском Совете. Обсуждая со Шрафом Гани ситуацию в Афганистане в контексте объявленного вывода войск США и НАТО из этой страны, глава государства заявил, что Казахстан готов оказать посильную помощь в строительстве целостного мирного нейтрального Афганистана, свободного от терроризма и незаконной торговли наркотиками. А Шраф Гани выразил признательность Казахстану за поддержку внутриафганского диалога и гуманитарную помощь его стране.